Доброе утро! И утро действительно доброе. Там океан, а в постели кокосы. Утро начинается с кокосов. Теперь каждое утро будут кокосы. Сегодня будет очень интересный день. Мы сегодня поедем в город. У нас будет ужин в индийском ресторане. И еще будут, конечно же, практики. Сейчас я спущусь, посмотрю расписание, покажу расписание вам. Надеюсь, что вам понравится этот влог. Вы проведете этот день с нами. С хорошим настроением, с хорошей погодой. Наша Асечка сейчас будет показывать нам какое-то потрясающее место. что-то не в джунглях. Для того, чтобы мы занимались там практикой. И досоединялись с землей. Женщина на мопеде, это сексуально. Все, они с Юлечкой поехали. Я вам сейчас покажу наше расписание. Вот. Сейчас я поднимусь по лестнице. Мальчики у нас уже готовят. Здесь уже приготовили. Так, разворачиваются. И... День пятый. Земля. Стоечная. День тридцать. Ключ. День пятый. День пятый. День пятый. Завтрак. Здесь здесь стихия земля. Потом 14 обед. 15 экскурсия в Гале. Это порт. И у нас тут будет ресторанчик. Ужин в ресторанчике. То есть, вот такая у нас сегодня программа. Очень такая прикольная. Мне очень хочется в Гале, в порт и в индийский ресторанчик. Посмотрим, что там и как будет. И землеустойчивость. Земля. Это... Я вам потом расскажу. Мне как раз этой стихии и не хватает. То есть, я такая вся воздушная-воздушная. Воздуха во мне много. А вот мне надо чаще лежать на земле. Ходить по земле. Чтобы она давала мне энергию. Я не знаю, как бы готовы вы слушать, насколько вам это интересно. Потому что, судя по комментариям, что сейчас мне пишут. Те влоги, которые уже вышли. Многие не понимают вообще, где я нахожусь. Типа, что это секта. Ну, мне смешно. Потому что я понимаю, что я была такая же ограниченная. Я не знала, куда я еду. Я просто поехала. И мне это надо. Мне это необходимо было. Я рада, что я приехала. Такую практику я проходила в Киеве. У меня есть запись. Вы, в принципе, видели. И я рассказывала. Но мне этой практики хватило на время. Потом, опять же, меня погрузил быт. И сейчас я специально уехала далеко, чтобы этот быт, Киев, город большой, домашние дела, чтобы они меня отпустили. И сейчас я была полностью, полностью с природой. Это потрясающе. И я рада, что мне пишут девочки, что они благодарны. Многие узнают, где это я, через кого я поехала, как, опять же, поехать им, когда это снова будет. Девчонки, всю эту информацию я вам пропишу ниже в этом, то есть под этим видео в инфобоксе. Также можете писать мне в личку. Я уже накидаю вам ссылок на ясну, когда будет еще такая практика. Практики каждый раз разные. В общем, если вам это интересно, то я думаю, что мы сможем с вами поговорить. Но кому это не интересно, можете просто не смотреть. А мы сейчас идем на медитацию, на практику в, можно сказать, местные джунгли. Тут, кстати, недалеко железная дорога есть. Я даже не знала, что на этом острове есть железная дорога. Ну, хотя, в принципе, логично, остров большой. Так красиво. А мы через два дня поедем в горы. Я думаю, там вообще красота будет нереально. Смотрите. Как хочется с вами поделиться. Ой, смотрите, коты. Коты? Ой, Рыжики. Ой, зимой, зимой. Какой ты маленький. Вот так вот весь часов. Кстати, я во дворе иногда тоже так делаю. Да. Видите, я не выключаю камеру. Я вам все показываю, куда мы ходим, что мы делаем. О, вы еще один новый. Да. Я, наверное, задемка соскучилась. Какой колесий, маленький такой. Т fi. Хион remaining for children. Мы пришли. Мы пришли в гости к местным жителям, потому что у нас сейчас жарко очень, а нам нужна земля. Земля. Но чтоб был тенечек. Вот, и мы пришли в гости. у них есть это достаточно богатая лангийская семья кстати судя из того что я вижу думаю да и то что мы видели сейчас будет делать мини-экскурсии по дому показывать как они живут на самом деле это очень интересно смотрите тут люди все занимаются вечеринки проходят там речка но но и но и но и и и и и Ты плачешь, да? Спасибо Это главная входа? Две флоры или один? У тебя два флора здесь? Да, это два флора Итак, твоя комната на втором флоре? В комнате на втором флоре В комнате на втором флоре В комнате Сейчас собирается Да, я сказала, что сейчас только у нее разгенерированную упорку Смотри, какая кухня там Ну да И второй этаж Это прям тур, получается, местных жителей Ну да, это потому что Друзья наших Хозяев, друзья, партнеры Поэтому они так нам Гостеприимно показывают свой дом, как они живут И большая благодарность, потому что Для нас это возможность уже прикоснуться и посмотреть Это местная жизнь Красная, да Книжная полка Да Кстати, да, можно только что читать Супер Это спайня Спайня какая У них вы всех видите? У них нет таких шкафов У них все шкафы открытые Я не видела нигде закрытые шкафы Там, тут туалет Балкон И там получается комната Ну, это комната Она здесь И тут вот тоже Спасибо большое за сушу Спасибо за сушу Спасибо за сушу Спасибо за сушу Все с телефоном Все все Показывают, кто своим Родным Я вообще Всему миру Кто хочет, тот и смотрит Уже на втором. Классно. Смотри, какая рабочая поверхность. Не все живут так в Украине. Хоть это считается как бы страной, ну, можно сказать, бедной. Но наши друзья, видишь, какие они, наши друзья имеют партнеров среди славян и живут хорошо. Помогают туризму, способствуют не просто туризму, а йога-туризму, серфинг-туризму, духовному туризму. Сейчас уехал, хозяин этого дома уехал в тур. Делать, да, тур по острову, тур с практиками вместе с йогой, с духовными практиками, с туристами по храмам, повез по местам силы. То есть туристов повез. А вот наше место, где мы сейчас будем. Путешествия расширяют очень наше мировосприятие, расширяют способности наши воспринимать шире самих себя и те возможности, которые предоставляют нам мир. Поэтому путешествия, на самом деле, сами по себе являются отличной практикой, которая просто очень хорошо помогает нам меняться самим, уходить от наезженной колеи. Потому что таким образом мы просто меняем свое географическое положение, и у нас появляются тут же новые мысли, к нам приходят новые идеи, появляются, соответственно, под новые идеи новые возможности. Ясно, у меня такой вопрос, по поводу, вот очень многие спрашивают, а чего ты сюда приехала? Ну, мало того, что да, отдохнуть, попутешествовать. Я пытаюсь объяснить, что вместо силы, но я так не могу объяснить, так как вы это можете сказать. То есть вот почему мы сюда приехали? Ну, мы выбрали, то есть такое усилить действие, которое сейчас в целом происходит на Земле, потому что всё меняется на Земле, в том числе и мы меняемся. На самом деле, это очень глобальный процесс изменений, который сейчас проходит. И мы просто взяли и сложили вместе время, место и обстоятельства для того, чтобы эти изменения внутри себя усилить. Но в целом эти все изменения, они про возвращение к себе, к своей внутренней природе, а значит и к внешней природе, про то, чтобы быть ближе с той природной энергией, с той природной силой, с теми природными ресурсами, которых на самом деле полно, которых достаточно на всех, которые на самом деле проявляют изобилие. Вопрос отсутствия изобилия заключался только лишь в определённом распределении этих ресурсов. И вопрос, как мы можем его использовать, это всего лишь вопрос нашего отношения к этому и вопрос нашего восприятия. И поэтому мы здесь расширяем своё мировосприятие. Почему время, место и обстоятельства? Потому что время сейчас определённое, точка весеннего равноденствия, которая наступила 20 марта, это одна из ключевых таких точек в году, которые меняют направление энергии. Например, в странах с ярко выраженной климатической сезональностью, вот эти точки равноденствия и солнцестояния, они всегда определяли начало следующего сезона. И в данном случае точка равноденствия — это астрономическая точка, после которой день начинает увеличиваться. То есть равноденствие является собой равный день и равная ночь. Вот три дня примерно сейчас день равен ночи, и это позволяет выравнивать нам наши возможности, выравнивать наше левое полушарие и правое полушарие, потому что они для разного предназначены, и мы используем их для разных целей. Там левое наше полушарие — это наша логика, наследительная деятельность, правое — это наши эмоции, наша интуиция, это наша чувствительность. Нам очень важно, чтобы обе эти наши стороны были сбалансированы. И вот как раз точки, порталы такие вот равноденствия, они позволяют… Здесь мы ищем этот баланс. Мы его здесь чувствуем на самом деле, то есть его не нужно искать, он всегда внутри. Просто когда мы переместились в другое место, мы как бы вышли из наезженной колеи, и у нас есть больше возможностей почувствовать. А место, вот это как время, то есть время сейчас мы можем лучше почувствовать. А место, почему мы выбрали это? Потому что экватор на самом деле, он почти всегда поддерживает эту энергию. На экваторе практически всегда день равен ночи. То есть он чуть-чуть меняется, здесь закат, рассвет, ну в общем-то примерно 12 часов в день, 12 часов в ночь. И таким образом происходит наше раскрытие. Вот всё, вот что здесь происходит, это раскрытие. Просто место способствует, время способствует, ну и обстоятельства, потому что мы не в городе и не за Кока-Колой, а мы среди природы, среди растительности, среди океана, среди всех природных энергий и со здоровым питанием, которое наоборот усиливает эти внутренние процессы. Вот пришло наше здоровое питание. Дающее. Девочка – это наша гордость, консультант, инструктор и, можно сказать, наук, научный… Человек науки. Да, человек науки питания. И не только науки, а на самом деле и практики. Потому что Дима вместе с Егором готовят нам прекрасную… Очень вкусно. …вегетарианскую еду и местного происхождения. И Дима знает всё о местных фруктах. Что стоит смешать, что не стоит смешать, что как сработает, как включит нашу биохимию, и, соответственно, как эта биохимия затем включит наше сознание. Потому что это всё, мы все продукты биохимии. И поэтому очень важно понимать, что мы принимаем в наш биохимический процесс, какие реакции там происходят и что потом происходит на выходе. Это всё, на самом деле, знания. Когда ты понимаешь, что происходит, тогда ты можешь гораздо лучше использовать все эти ресурсы, которые есть вокруг. А мы тут благодаря Ане всесарочкам. Аня – блогер, Аня. Аня вдохновляет на съёмки видео. Это круто. Слушай, ты не просто блогишь, ты вдохновляешь. Я вдохновляющий блогер. Это, кстати, мне девочки часто об этом говорят. И я им благодарна за это. Этими словами они опять же меня вдохновляют. Да, да, всё, ты не встречный блогер. А так как у нас inspiration tour, это не встречный блогер. Это просто незаменимая часть команды. Супер. Смотрите, как тут красиво. Тут реально как у Азии, смотри. Здесь как-то было около семи брундучков. А я видела. Вон они бегают, вон, да. Их так много. Как наши белки. А я думала, что это белки. И я думала, что белка, а потом поняла, что это брундучки. Одного семей. Смотрите, какой тут вид. Как красиво. Сейчас у нас тут будет практика. А пенечки какие? Света как отхищает. Тут ещё одна кухня. Супер. Вот это природно, да? Ой, смотрите, там ещё что-то. Сейчас я вам покажу. И, кстати, надо ходить босиком. Во-первых, это соединение с деньгой. А во-вторых, нельзя ходить в облик в гостях. Это считается оскорблением. Вот, смотрите. Тут вот есть моторная лодка. И вон брундучки бегают, смотри. Опа, опа. Побежали, побежали, побежали. Вон они. Класс. А они ты поймала их, да? Да. Вот, видите тут? Место отдыха. Красота, да? Мне очень нравится. Я бы хотела жить в такой стране, честно говоря. После такой чудесной практики, после такого чудесного места время поспать. У нас тихий час. Мы сейчас подремаем, потом покушаем и едем в город. Портовой город. Я уже говорила, мы там будем ужинать, гулять. И девчонки будут шопиться. Ну, то есть все мы. Там такой хозяйка дома, Ася, она сказала, что там есть четырехэтажное такое здание, типа, ну, как бы супермаркет, как у нас, торговые центры. И там можно купить разные вещи. И мы хотим купить, может быть, какие-то платьицы, штаники. Может быть, что-то другое. Там, она говорит, очень хороший магазин тканей, кто шьет. Очень много всего интересного. Поэтому такие вот у нас планы. Вот. И еще хочу сказать, наверное, в этом влоге, наверное, чуть-чуть попозже, я вам расскажу. Расскажу вообще, почему я сюда приехала. У меня постоянно пишут, пишут, ну, в основном в личку пишут, чего меня сюда занесло. Кто-то пишет, «Аня, какая молодец». Очень, кстати, много девчонок, которые уже ездили на практике, знают, что это такое. Вот. И говорят о том, что мы тоже хотим. Расскажи поподробнее. Я рассказывать, наверное, не буду именно я, потому что я сама новичок в этом деле. Это моя вторая практика. Одна была в Киеве, я уже говорила. У меня на канале есть влог. Мои ощущения. И вообще, что было, я тоже снимала. Там у нас была йога, актерское мастерство. И точно так же мы общались, говорили о Вселенной. Ну, все то же самое, только в Киеве. А тут мы вот приехали на Шри-Ланку. Также дальше будут, опять же, практика еще будет на Шри-Ланке. И здесь. Также будет еще на Кипре, будет на Перу. И дальше, дальше, как бы, можно сказать, гражданин мира. Поэтому тот, кто желает, я расскажу. Может быть, даже расскажу в этом влоге. И, может быть, кто-то поймет, что христианство, вера в Бога вообще не имеет никакого отношения к тому, что делаем мы. А мы ничего не делаем. Мы просто познаем себя. Вот я вам так скажу, наверное, это будет кратко, просто и, ну, обычными словами. Потому что, как бы, я понимаю, что не все ясно понимают то, что она говорит. мы здесь пытаемся свои страхи, избавиться от своих страхов. Потому что каждый человек боится. Также ясно объясняет, что если вы хотите плакать, ну, дома у вас что-то случилось, на работе вас обидели, там, я не знаю, ну, масса причин, почему человек, например, женщина, да, хочет поплакать. И часто мы, почти все, и я в том числе, я эти слезы глотала, и они оставались у меня, ну, по ощущениям. Вот здесь вот, как комок в горле. Этого делать нельзя. Если хочется плакать, надо поплакать. И здесь мы это разбираем. То есть, то, что мы говорим, стихия воды, то есть, она отвечает за определенные, можно сказать, действия, да, в нашей жизни. Огня, Земли, воздуха. Мы все это разбираем, это мы разбираем себя, чтобы понимать лучше себя, и как реагировать в определенные моменты в нашей жизни. Не злиться, не психовать, не нервничать. Как эту энергию негативную переводить в другое русло. То есть, мы учимся благодарить людей, Землю, воздух. То есть, можно сказать, мы здесь становимся добрее, но не благодаря кому-то, хотя благодаря тоже, конечно же. Но я имею в виду, что все это есть в нас, просто оно глубоко. И сейчас мы это все из себя достаем. Все хорошее, все плохое, наоборот, убираем. Мы это выбрасываем. И выбрасываем с помощью практик, таких, как, например, огня. Мы жгли ненужные вещи. Или, например, если у вас нет такой вещи, которая символизирует что-то плохое, хотя у каждого есть эта вещь. Мы тогда просто писали на бумаге то, что хотим, ну, от чего мы хотим избавиться. Оставить в прошлом. Я же говорю, наши какие-то, может быть, неприятности в прошлом, которые нас не отпускают и держат. Напишите это на листке бумаги и сожгите с мыслью о том, что огонь все это перетрансформирует, заберет. Это все очень просто на самом деле. Это не секта. Это не, я не знаю, ну, у людей, как бы, знаете, когда я ехала сюда, я сама не понимала, куда я еду, но я внутри чувствовала, что мне надо. Я очень рада, что я приехала, потому что я изменилась. Я реагирую на некоторые вещи, вот на которые, даже на комментарии. Вот возьмем самое простое. Написали мне плохой комментарий? Я обычно там обижалась, психовала, хотела ответить, а сейчас я просто улыбаюсь. На самом деле, у меня столько мыслей, столько слов, я столько всего узнала, что я не хочу выплескивать всю эту информацию на вас, потому что я боюсь, что вы не поймёте, но я просто по-другому начала реагировать. Я не обижаюсь, я принимаю вашу точку зрения, такая, какая она есть, потому что каждый имеет право на свою точку зрения, а то, что она у вас такая, хорошо. Я просто хочу, чтобы каждый хоть раз в жизни попробовал вот такую вот практику. Мне кажется, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, не знаю, наверное, просто стоит попробовать. Но не каждый к этому готов. Я вот, видно, свой возраст, если бы мне в 25, наверное, показали, привезли, может быть, я бы и не поняла. На каждый момент, на каждый случай, на каждое действие есть своё время. Мы случайно, чисто случайно, попали на чайную плантацию. На самом деле, не случайно, ну, как-то так договорились, мы ехали в Галеев порт погулять там, но заехали в горы на чайную плантацию. И сейчас, как говорится, ничего случайного не бывает. Сейчас мы будем пробовать разные сорта чая. При возможности, можно купить, если мы захотим. Если не захотим, то у нас не заставляют. Вот. И вот она, эта самая плантация. Сейчас будем пробовать. Тут действительно очень красиво, так тихо, и такой вкусный запах. Вот. Здесь, тут какое-то специальное место, церемония, прям целая чайная церемония. Что сейчас будет, я вам покажу. У нас Егор, фоторепортер, я видеорепортер, у нас тут целая команда. Вот. Очень-очень круто. Ой. Так. Я специально взяла наушник, для того, чтобы меня было лучше слышно, и посторонние звуки, разговоры не мешали. Потому что при монтаже я слышу, что иногда меня, ну, не слышно, слышно у других людей. Поэтому теперь я буду общаться с вами через наушник. Надеюсь, так будет лучше. А вы мне напишите в комментарии, лучше или нет. Так. Тут красиво. Поворачиваю камеру от себя в другую сторону. Такие яркие краски вообще. Я думала, это у меня так камера снимает. Нет, эта камера в Киеве так не снимает. А здесь вообще очень круто. Очень круто. Вот, наверное, это тот самый домик, где будет проходить чайная церемония. У нас Настя как переводчик. Тут почти все знают английский, но как-то так она очень активная девушка и очень такая социальная. легко и быстро находит общий язык со всеми. И на самом деле с ней очень комфортно везде ходить, путешествовать. Она умница. Молодец. Так, ну что, слушаем, да? Кто знает английский, слушайте. Это свежий? Да, это свежий. Свежий, они высушивают здесь. Пахнет так вообще. После 12 часов? Вам слышно? То есть я с наушником. Больше чем 145 лет этой машинам открыто. 30 минут 30 минут 30 минут до 30 минут до 30 минут Сложат в ту машину на 30 минут она там высыхает, ну, чай высыхает. Потом они сюда перелаживают и размельчают чай. 150- 50 кг 250 кг для есть золотой какой-то, типа что он дорогой, очень вкусный, сейчас будем узнавать, что за чаи, вот, я чаи в принципе люблю, но, не знаю, я больше люблю такое что-то мятное, травяное, что-то такое типа альпийского луга, наши чаи, там, карпатский чай, чай с Крыма, но, в любом случае, черный чай со Шри-Ланки, с партацией, наверное, все-таки купить надо, ребятки, мы в Гале, ехали, ехали, наконец-то доехали, мы приехали на обзорную, такую крепость, ну, в общем, на берег, хотели тут встретить солнышко, ой, встретить, проводить, закат встретить, а что ж такое, закат встретить, закат проводить, вот, но опоздали, пока мы ехали, солнышко зашло, но все равно красиво, вот, смотрите, тут такая обзорная площадка, и вот сзади маячок, видно, да, вот, так тепло, так хорошо, ветерочек обдувает, ласкает, вообще потрясающе, я счастливая, и вот сзади тут такие ресторанчики, их много, сейчас мы погуляем, покушаем, и я надеюсь, все-таки мы пойдем пошопимся, очень хочется, и, кстати, здесь, сейчас я вам, ну, тут, наверное, видно не будет, секунду, тут люди фотографируют, чтобы я не мешала, да, не будет видно из-за деревьев, тут такие есть улочки, они как в Турции, как в Кипре, на Крите, как в Греции, как в Италии, такие маленькие-маленькие улочки, и они такие узенькие, и там такие кафешечки, ресторанчики, столики, столики со столичками стоят, так приятно, так красиво, так хочется погулять. Смотровую площадку, вот, и я не знаю, что там дальше будет, потому что, как видите, да, у нас вообще все не по плану, и садится солнышко, и у меня камера не снимает, когда солнышко садится, то есть снимает, но очень нехорошего качества, поэтому я не знаю, и она вообще садится, моя камера, потому что мы фоткаемся, я снимаю еще в Инстасторе, и она прям моментально садится, плюс еще жарко, и камере тоже жарко, вот, но я и так, ну, много снимаю, это очень насыщенный влог, иногда просто камеру не хочется брать в руки, хочется просто понаслаждаться, но при этом хочется и вам показать, поэтому вы уж меня простите, если что-то не показала, но я и так показала многое. Еще что-то будет, оставайтесь со мной, и пишите в комментариях, кто здесь был, кому какой остров нравится, и вообще, пишите комментарии, это приятно.